Издать свою книгу или сборник стихов – такая возможность есть у окружных писателей. Для поддержки издания своего труда авторам необходимо предоставить материал Совету редакционно-издательской деятельности исполнительных органов власти и государственных учреждений округа. Наиболее значимые из них будут изданы на средства окружных программ. Совет редакционно-издательской деятельности при администрации округа рассматривает и оценивает труды местных авторов, желающих издать свою книгу. На нынешнем заседании рассмотрели 8 книг. Одна из них – топономический словарь Валентины Ханзеровой. Монография посвящена исследованиям названия территории Ненинского округа. Автор подробно описывает, как появились те или иные названия речек, сопок, Большеземельской, Малоземельской и Канино-Тиманских тундрах. Топономический словарь будет выпущен в следующем году в рамках государственной программы по сохранению и развитию коренных народов Севера. Члены совета также одобрили к изданию сборник стихотворений Олега Ягеля-Оборвыши. Сборник интересен тем, что это исключительно цельное произведение. Тут много новаторских и дизайнерских находок, и поэтических. «Оленная армия» – одна из известных книг историка и кроведа Юрия Канева, где автор рассказывает об участии оленеводов в боях Великой Отечественной войны. Книга стала востребована, и её планируют переиздать в следующем году, к юбилейному Дню Победы. Увеличится как тираж издания, так и объём. Она станет толще на 100 страниц. Всегда стараются поддержать авторов, но надо смотреть, чтобы действительно было издание достойное, чтобы оно реальную картину какую-то отражало. Должны быть хорошие, грамотные рецензии именно кандидатов наук, там ещё какие-то. Ну, чтобы эта книга была основательная, а не просто, чтобы там бюджетные деньги пустить, чтобы нас потом критиковали и говорили, что могло бы быть что-то и лучше. Рецензенты одобрили издание учебного пособия преподавателя Ненинского аграрно-экономического техникума и труд Марины Калавангиной «Смысл жизни Александра Лучейского». Книга об известном общественном деятеле будет издана к его 65-летию.